Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции в видеороликах. Следующее тяжелое заболевание – эпилепсия. Насколько она тяжела? Она поражает головной мозг. Так нам преподают. Но здесь можно поспорить с западной медициной и сказать все-таки, что человека настигает то или иное состояние, которое не может объяснить. Этот приступ проявляется в форме эпилепсии. Но человек не может объяснить этот приступ. У каждого человека, страдающего эпилепсией, либо припадками эпилепсии, приступ по-своему проходит. Нет одного, скажем так, приступа, который повторяется у всех одинаковым. Как, извините меня, по нотам. Нет. У каждого это происходит по-своему. У кого-то блокируется рука, начинается приступ, и человек уже знает. У кого-то холодеет затылок, и человек уже знает. Кто-то носит с собой черный платок, и уже знает, когда начинается, скажем так, приступ. И он смотрит на этот платок, ему легче становится перенести этот приступ. Кто-то падает сразу же вниз лицом. Старается расслабиться, потому что знает, что приступ бредет. То есть, все люди по-разному встречают приступ эпилепсии. Встречаясь. Здесь слово я подобрал, скажем так, те, кто страдает эпилепсией, меня поймут. Но обычно данные, скажем так, первые приступы застают человека врасплох. Ну и так как западная медицина и восточная медицина идут вразрез с пониманием, то мы читаем лекции по восточной медицине, и мы уже знаем, что вся энергия снизу поднимается вверх. То есть, снизу поднимается вверх. И, конечно, энергетика, что не общается с природой, не выходит с человека, нету круговорота. Как в природе круговорот есть энергии Так и у человека есть круговорот энергии С природой матушкой И если у человека нарушен этот круговорот Либо по-другому обмен энергии То есть блоки Эти блоки поможет нам снять точка ВГ-20 Тем самым, что работая с этой точкой Мы можем успешно лечить ту болезнь Под названием, которая называется эпилепсия Конечно, здесь следует подчеркнуть и сказать Что нельзя только одними точками помочь при эпилепсии Также очень хороши народные средства Но поверьте, акупунтура зарекомендовала себя на отлично При всех формах эпилепсии Здесь важно сказать и подчеркнуть следующее Что при эпилепсии одними только точками Пользоваться будет неразумно Почему? Потому что необходимо сделать диагностику 12 меридианов И увидеть все-таки, в каком же состоянии общий энергетический баланс Как между собой общаются меридианы В каком они состоянии Какие они друг другу передают энергетику Слабы они ли? Воспаляются ли они? Вот все это может показать диагностика 12 меридианов А уж потом акупунтурные точки Вам в помощь Так будет мудро И так будет очень разумно Бороться с таким тяжелым заболеванием Как эпилепсия Ну, точка WG20 Бай хуэй Мы уже знаем, что эта точка объединяет практически все меридианы Все внутренние каналы Мы об этом поговорим отдельное видео Точка объединяет весь организм в целом Вот представьте себе Человек только начинает застигать эпилепсию Либо приступ эпилепсии врасплох Либо настигает человека То, если человек, зная об этом Промассажирует точку WG20 Бай хуэй Что он объединит весь организм Против этого приступа эпилепсии Только что человеку нужно знать Место расположения данной точки Диагностику 12 меридианов Ну и, конечно же, не ждать приступа А работать над собой Спасибо Спасибо за внимание